В эфире седьмого канала новости мы подводим информационные итоги дня. Меня зовут Игорь Буренко. Здравствуйте. Далее коротко о главных событиях. Одесситы массово сдают кровь. Все, чтобы помочь пострадавшему в ДТП на Преображенской. Распоряжение Труханова о перекрытии движения с поселка Котовского вызвало настоящую панику у одесситов. Дача Докса не под снос? Саакашвили хочет внести дачу Докса в реестр культурного наследия Одессы. Одесситы с четвертой положительной массово сдают кровь. Все, чтобы помочь пострадавшему в ДТП на Преображенской Андрею Воротынцеву. Мужчине ампутировали ногу и ему необходимо переливание крови. Напомню, авария произошла по вине водителя BMW X5 в среду 26 октября. Иномарка столкнулась с автомобилем «Москвичи», въехала в пекарню, буквально снеся людей, ожидающих транспорт на остановке. Водители-пассажир «Москвича» погибли на месте, а за жизнь троих пострадавших борется до сих пор. Подробности знает Екатерина Лапицкая. С самого утра в областной станции переливание крови не протолкнуться. Очередь в регистратуру растянулась до конца коридора. Многие пришли в первый раз и почти у всех необходимая группа крови. Четвертая положительная. Четвертая положительная. В первый раз боитесь? Да. В первый раз? Да. А из-за чего решились? Помочь человеку надо. В первый раз и в надежде того, что, может быть, кому-то удастся спасти жизнь. Узнал, что надо человеку после ДТП, который пострадал кровь, пришел сдать. Помочь решились не только обладатели четвертой положительной. Сдают и плазму. Обязательно кому-то поможет. Муж пришел сдать кровь, так как я сейчас в положении на донорство. Пришел сдать. Вот, ну, надеемся, что будет все хорошо. Может, кому-то его кровь понадобится. Гражданская позиция любого человека. Так любой поступит. Говорят, решились из-за трагической аварии на Большой Арнаутской с участием BMW X5 и автомобиля «Москвич». Андрей Воротынцев – один из пострадавших пешеходов. Ему ампутировали ногу и необходимо переливание крови редкой группы. Четвертой – положительной. Услышала новое, знала про аварию и увидела, что четвертая положительная нужна. Вот и приехала. А для этого вы сказали? Нет, первый раз. Ну, просто всегда хотела. Обычно всегда просто требуется кровь. А тут увидела свой резус-фактор и решила приехать. Пришли первый раз, потому что хороший друг, коллега, попал в аварию, к сожалению. Пытаемся ему помочь вот всем, чем можем. Задать кровь на плазму, либо вот привели друзей, неравнодушных людей просто, которые пытаются помочь ему. Откликнулись на просьбу о помощи друзья, соседи, свидетели ДТП и простые одесситы. Говорят, иначе не могут. Узнала от знакомой девушки о такой вот беде у Андрея. И плюс вчера репортаж был по телевизору. Поэтому решила сегодня прийти и помочь. Очень бы хотелось, чтобы вернули ГАИ на дороге, чтобы было поменьше вот таких вот эксцессов. Потому что сейчас на дорогах, кажется, очень ужасная ситуация. По словам медиков, уже успели принять так много доноров, что вынуждены объявить перерыв до понедельника. Основная масса обращений была с четвертой положительной группой крови. Сегодня принято более ста человек уже. И мы будем вынуждены ограничить прием, потому что реальная потребность пострадавших значительно ниже. Хочу отметить, что всем необходимым больные были своевременно обеспечены. Врачи благодарны всем, кто откликнулся. Просят сдавать кровь систематически. Она нужна всегда. О том, какой именно группы не хватает, можно узнать на сайте областной станции переливания крови. Екатерина Лапицкая, Алексей Барановский, Седьмой канал. В Одессе задержали мужчину. Он угрожал патрульному полицейскому пистолетом. Правоохранитель по пути на работу заметил на перекрестке улиц Пантелеймоновской и лейтенанта Шмидтон машину с работающим двигателем. А в ней спящего водителя с явными признаками алкогольного опьянения. На просьбу выйти из авто и предъявить документы мужчина схватился за оружие. Начал конфликт, начал угрожать, достал пистолет. Патрульный принял меры. Он забрал у него это оружие, изъял, вызвал на место следственную оперативную группу для выяснения всех обстоятельств. Изъятый пистолет зарегистрирован на задержанного мужчину и на момент инцидента находился в боевом состоянии. Хочу еще отметить, что когда изъяли пистолет, там находились 4 патрона и пятый был уже досан в патроне. Сейчас в обстоятельствах дела разбирается следствие. Совладельцы Одесского аэропорта Бориса Кауфмана подозревают в банкротстве банка Михайловский. Сотрудники Следственного управления нацполиции Киева и местной прокуратуры провели обыски в столичном офисе одесского бизнесмена и по месту проживания замглавы правления Нацбанка Украины Екатерины Рожковой. Обыски проводились в рамках расследования растрата или присвоения имущества в особо крупных размерах и касались деятельности принадлежащего Кауфману банка Платинумбанк и его возможной причастности к банкротству банка Михайловский. По мнению следователя, у фигурантов могут находиться вещи и документы, которые станут доказательствами в уголовном производстве. Также в ближайшее время могут пройти обыски в офисах Платинумбанк. Отмечу, что Борис Кауфман вместе с его бизнес-партнером Александром Грановским является совладельцами одесского аэропорта и гостиницы «Пассаж». Жители Украины отмечают 72-ю годовщину освобождения от фашистов. В честь этого праздника на Аллее Славы возложили цветы к памятнику неизвестному матросу. Надо нам всем вместе все сделать для того, чтобы младшее поколение наших граждан, наше будущее, именно помнили, именно это поколение помнило и хорошо представляло тот период, который достался старшему поколению в годы Второй мировой войны и период освобождения нашей территории. Почтить память погибших и возложить цветы пришло немало одесситов. В торжественном марше участвовали военнослужащие одесского гарнизона. Также участвовали ученики, которые стоят на посту номер один, и восхищают память загибших в Второй святой войне, и проводят эти заходы каждого года, когда приходится дать. К слову, торжественное возложение цветов проходит во всех городах нашей страны. Распоряжение мэра о перекрытии движения под Пересовским мостом до конца года вызвало настоящую панику у горожан, ведь это главный, фактически единственный путь с поселка Котовского. К чему готовятся жителям этого микрорайона, расскажет Игорь Хмурый. Новая схема движения на бумаге выглядит вот так. По словам руководителя Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения, полиция ее уже одобрила. Для понимания, это спуск Маринеска, это улица Балковская, это Приморская. Значит, транспорт, личный транспорт, как следовал по улице Приморской, поворот направо на Газовый переулок и дальнейший выход на улицу Черноморского казачества. То есть эта схема как была, так она и остается. Работа общественного транспорта, улица Приморская, как было раньше движение общественного транспорта под, ну, здесь был запрет личному транспорту проезда, то есть общественный транспорт продолжает движение прямо, остается один ряд, и в этом ряду поворот направо и общественный транспорт продолжает идти на улицу Черноморского казачества. То есть еще раз хочу сказать, что схема организации дорожного движения из города на поселок Котовского не меняются. Сложнее дело обстоит с Балковской. Пустить транспорт через так называемый «глухой мост» чиновники не решились. Слишком мало места, да и 20-й трамвай может создать проблемы. Поэтому две полосы на Атамана Головатого будут частично выделены для встречного движения на поселок Котовского. Здесь сегодня под мостом, как мы говорим, на перецепии пять рядов. Три ряда остаются, как были с поселка Котовского в сторону Балковской. Два ряда являются встречными. То есть эти два ряда будут ограждены, будут информационные щиты, ну и другие мероприятия. Транспорт, допустим, который заезжает на поселок Котовского со Стройбалковской, идет по ряду, затем уход налево, сразу поворот на Адаре, вот переулок, вы знаете, поворот на Адаре и дальше уже на Черноморского казачества. Кроме потери этих двух полос, движение с поселка Котовского до моста особо не изменится. Ну а дальше многим придется объезжать, ведь спуск в Маринесскую и Приморскую перекроют. Вся рядность полностью сохраняется до пересыпки мостов. Дальше три ряда. Три ряда, которые позволяют уйти, первый вариант, на Балковскую и второй вариант, уйти на подъем в сторону Херсонского сквера. Ну и дальше выход на центр города, на Пастера. Что касается работы общества транспорта, который перевозят пассажиров с поселка Котовского, очень незначительно, частично меняется схема движения. То есть транспорт идет по улице Головатого, поднимается вверх в сторону Пастера и дальше практически все остальное движение уже по маршруту. Весь этот дискомфорт связан с проектом трамвайного маршрута «Север-Юг». До конца года обещают закончить основные работы и открыть проезд полностью. В распоряжении написано, что 31 декабря. То есть это как бы законодательно необходимо это писать. Но мы планируем где-то числа 15-20 уже открыть это движение. Чиновники говорят, мороз помехой не станет. А вот снегопад может. Но откуда в Одессе снег зимой? Температурный режим не помешает. Только какие-то обильные осадки. Но все-таки мы знаем, что наш город по обильным осадкам долго не держится. Со мной согласитесь в этом понятии. Отмечу, в нынешнем году проезд открыть обещают, но без асфальта. Восстановление дорожного покрытия начнется только весной. Игорь Хмур и Евгений Руденко, Седьмой канал. Без отопления, без воды и утвержденных тарифов. Жители многоквартирного дома на Разумовской перекрыли дорогу. Так они решили привлечь внимание к своей проблеме. По словам людей, уже несколько лет подряд они страдают от управляющей компании «Ренессанс», руководство которой собирает жильцов деньги, но не перечисляет их поставщикам коммунальных услуг. Так ли на самом деле и как люди добились встречи с руководством управляющей компании, далее в сюжете. Этому малышу весело того, что рядом мама, вокруг много взрослых детей и камер. А к нему подходят журналисты, чтобы познакомиться и взять интервью. Илья Сергеевич. Илья Сергеевич? Да. А у тебя дома тепло? Да. Тепло. У нас обогреватели включены, поэтому, конечно, тепло. Ребенку тепло. Но при том, что мы находимся дома в теплой обуви, теплой одежде и несколько пар штанов ребенке. То есть сплит он с обогревателем, включенным, под несколькими одеялами. Потому что в доме невозможно находиться. Илья Сергеевич и его мама Наташа вместе с еще тремя десятками жильцов дома по адресу Разумовская, 10, дробь 12, вышли перекрывать дорогу. Мало того, что в доме до сих пор нет отопления, периодически исчезают свет и вода. Люди уверяют, за коммуналку платят. Но деньги до поставщиков услуг не доходят. У нас суды, в Приморском суде, у нас в Хозяйственном суде. В понедельник будет суд между Инфоксфордоканалом и Ренессансом. Долг управляющей компанией по трем домам, Дюковская, 6, 8 и Разумовская, 10, дробь 12, составляет около 600 тысяч гривен. Более того, по словам жильцов, общество с ограниченной ответственностью управляющая компания Ренессанс установила для них свои ни с кем не согласованные тарифы. Люди даже не могут оформить субсидии. Нам очень тяжело. Возраст сказывается на здоровье. А тут еще добавок. Благодарим наш Ренессанс, который вот так беспокоится о нас. И все прочее. Теплой воды не было и нет. Не знаем, когда мы дождемся. Наверное, мы не доживем в таком возрасте, когда появится теплая вода у нас. На последнем собрании жильцы дома на 419 квартир большинством. Голосов решили создать ОСМД. Но управляющая компания не обращает на это никакого внимания. Первый час акции не дал ничего, кроме ссор с водителями. Одни отнеслись к проблеме людей с пониманием. Сворачивали на другие улицы или терпеливо ждали возможности проехать. У других сдавали нервы. Мне тоже холодно. И что? Как ты делаешь? Как ты делаешь? Другого не теряешь. Да вы же не чувствуете, блядь. Из-за вас уволят нас с работы. Кто не знает? После нескольких инцидентов пикетирующие стали пропускать общественный транспорт и грузовики. На месте появились и полицейские регулировщики, которые стали в ручном режиме перенаправлять транспорт на соседние улицы. Спустя полтора часа появился руководитель Ренессанса. На сегодняшний день ваш дом имеет задолженность больше 500 тысяч гривен. За воду, за отопление по прошлому году, за электричество. Мы, управляющая компания Ренессанс, на сегодняшний день изыскали возможности и средства. Проводятся мероприятия по подготовке и запуску вашего дома к отопительному сезону. С первого числа планируется запуск отопительного сезона. Трудности с запуском отопления были связаны с вашей задолженностью. По словам руководителя управляющей компании, все трудности с предоставлением коммунальных услуг связаны именно с долгами жильцов. Но последние уверяют, это неправда. Поднимите руку, кто не должен денег. Поднимите. Итогом общения стало обещание руководства Ренессанса начать отопительный сезон в доме максимум до первого ноября. Удалось людям добиться и ответов на несколько других вопросов. Утвержденные тарифы будут в ближайшее время. До вас это будет все доведено. И нет, не пять лет, уже не пять лет. И субсидии люди получат. После сказанного страсти немного улеглись. И жильцы многоэтажки разблокировали дорогу. Михаил Саакашвили хочет, чтобы дачу Докса внесли в реестр культурного наследия Одессы. Буквально на днях стало известно, что особняк, расположенный на Гагаринском плато, готовят под снос. Дача заброшена после пожара 2010 года, когда крыша была полностью уничтожена. Здание не входит в реестр культурного наследия Одессы. А в этом году Горсовет передал эту территорию компании «Гефест». И здесь уже ведутся работы по расчистке от мусора. В свою очередь Михаил Саакашвили подписал распоряжение о сохранении этого полуразрушенного особняка и о внесении его в реестр культурного наследия Одессы. Я сейчас подписываю на ваших глазах это распоряжение. И я не отстану. Еще раз говорю, Мерс живет недалеко отсюда. Пусть у него хватит элементарной логики и хоть минимальной любви к городу, чтобы начать немедленно восстанавливать это здание. Напомню, дача Докса будет воссоздана в виде полноценной трехмерной модели. Цифровой реконструкцией здания занимаются одесские фотографы, дизайнеры и программисты. Недавняя стихия изрядно повредила единственный аграрный техникум в Одесской области. Он находится в селе Курисово, бывшей Петровке. Ураган разрушил крыши нескольких общежитий. В результате затопило этажи и даже подвал одного из помещений. Дождь также затопил и спортзал. Теперь там требуется капитальный ремонт. Кристина Немченко продолжит тему. Директор аграрного техникума показывает спортивный зал. Но в нем давно не занимаются физкультурой. Здесь нужен капитальный ремонт. Надо постелить пол, заменить проводку, отремонтировать окна и крышу. По предварительным подсчетам на нее потребуется около 200 тысяч гривен. Когда тепло, физкультурой занимаются на стадионе. В непогоду занятия вовсе приходится отменять. К техникуму относятся и три общежития. Из них работают только два. И те в неполную силу. Четвертый и пятый этажи уже много лет находятся в аварийном состоянии. А недавний ураган и вовсе едва ли не погубил оставшиеся жилые этажи. Исправлять последствия стихии приходится собственными силами. Ремонтируют крышу сами. На помощь приходят преподаватели, студенты и даже выпускники. Иначе все может попросту рухнуть. За эти три года, что я могу сказать, было четыре события таких, стихи, будем говорить. Крыши снимало. Мы письма писали и на администрацию, и везде. Нам никто ни одной шиферине не дал. Нету. Все мы своими силами. В техникуме обучаются порядка 70 сирот. От учебного заведения они получают соцвыплаты. Но денег может не хватить до конца года. Аграрная политика, аграрное производство в упадническом состоянии. Никто на это не обращает внимания. Но на сегодняшний день данный техникум, он воспитывает этих специалистов. Он им дает дорогу в жизнь. Поэтому у нас огромная просьба обратить на наш техникум внимание, оказать нам любую помощь, о которой мы говорим. Просто помочь сделать то, чтобы сегодня дети не ушли на улицу. Впервые сюда пришли учиться почти 100 лет назад. В 1920 году в этот техникум поступило 14 студентов. Сейчас здесь обучается более 600 человек. Учебное заведение не может обойтись без дополнительной финансовой поддержки. Иначе студенты из Одесской, Николаевской, Кировоградской и Винницкой областей не смогут больше приезжать сюда за знаниями. Кристина Немченко, Алексей Филиппов, Седьмой канал. Ирину Ролик, которую обвиняют в обмане моряков, Приморский суд оставил под стражей до 28 декабря. Женщину называют аферисткой и приписывают ей мошенничество и подделку документов. Последнее заседание в Приморском суде прошло без участия потерпевшей стороны. И моряки возмущены тем, что их не оповестили о дате слушания дела. Тем временем моряки рассказывают, как именно их обманула Ирина Ролик. Говорят, она завладела несколькими миллионами гривен. Взяла мои деньги и все, на этом все закончилось. Сколько денег вы ей заплатили? 800 долларов. Эта мошенница, она организовала 25 подставных фирм, которые брали комиссионные с моряков. И обещала предоставить им работу. И она, и ее подручные забирали деньги и просто их не возвращали. Лично она у меня взяла 750 долларов. И так она действовала примерно с 2010 года. Дальнейшую судьбу предполагаемой мошенницы будут рассматривать в суде 24 ноября в 14.00. Почти 2000 жителей Одесской области в этом году пошли на воинскую службу по контракту. Это число в три раза выше прошлогодних данных. Об этом сообщили в областном военкомате. В целом в армию пошли 3000 человек. Чтобы построить военную карьеру, около 300 из них поступили в высшие учебные заведения. Ну а для поддержания высоких показателей по Одесской области участники АТО готовят курсы патриотического воспитания для молодежи. Наш координационный совет ветеранских организаций воинов АТО совместно сейчас с управлениями образования мы сейчас разрабатываем схему, по которой ветераны АТО, которые видели войну, будут проводить лекции в школах, встречаться с молодежью, рассказывать на конкретных примерах. Как в 1944 году, так и сейчас мы, думаю, достигнем победы. Мы освободим нашу родную землю от захватчиков. И украинский народ будет сам решать, как ему жить, как распоряжаться своей территорией и какую нишу в международной политике ему занимать. На Одесской киностудии покажут фильм «Ты где? Я здесь» в главных ролях дети с синдромом Дауна. По сюжету семеро ребят прогуливаются по ночному городу. Каждый из них пытается исполнить свою мечту. Роли исполняли непрофессиональные актеры. Самому младшему из них – 13 лет, самому старшему – 18. Сюжет этого фильма довольно прост. Ребята, которых мы нашли, с которыми мы подружились, познакомились, подружились, отправились в путешествие за исполнением своей мечты. Этот фильм абсолютно документальный, поэтому мы практически не направляли их. И они делали, что хотели. Моя мечта – снять документальный фильм и рассказать немножко в другом контексте, больше обществу рассказать, чтобы не боялись таких детей, таких людей. Они такие же, как мы. И на самом деле вот они нас понимают, а мы их не всегда понимаем. Фильм можно будет увидеть в понедельник, 31 октября в 13.00 на Одесской киностудии. Показ будет закрытым. Хэллоуин не за горами. Те, кто планирует праздновать, уже готовят свой образ и элементы декора. Их можно сделать в домашних условиях, даже из бумаги. Как именно, расскажет наш корреспондент Екатерина Лапицкая. Самый мрачный праздник года. Как подготовиться к Хэллоуину в домашних условиях? Начнем с оформления помещения. Оказывается, можно сэкономить бюджет и при этом сделать уникальное украшение. Понадобится плотная бумага для аппликаций, клей, ножницы, разноцветные ручки и фантазия. Сначала готовим фон. Берем их, это зеленый цвет. Потом вырезаем элементы, которые планируем разместить на бумаге. Форма у привидений простая. Поэтому нам надо сделать одного маленького, а второго побольше. С привидениями все просто. Пора делать тыкву. Отрезаем полоску бумаги. Далее мы эту полоску складываем гармошкой. Нужно сразу две. Потом складываем, выворачиваем и приклеиваем. Но сначала нужно вырезать все элементы и правильно их разместить на бумаге. Хитрость в том, чтобы картинка получилась объемной. Поэтому объекты клеить будем на разной высоте. Можно делать вот такие вот картины, открытки из бумаги. То есть смысл в том, чтобы оно все было объемное и заворачивалось. Такое же используется и в огромных декорациях, в тех же театрах. Это тот же принцип объем. Все на разных плоскостях находится. Вырезаем из картона подставки разного размера и складываем их треугольником. Сверху приклеиваем все, что нарезали. Всего час работы и яркое украшение готово. Идею можно черпать в интернете. Есть готовые видео уроки. Можно нарисовать у себя на одежде специальными красками. Даже акриловыми или акварельными рисунки, связанные с Хэллоуином. Можно нарисовать на стекле витражными красками. Это доступно, продается в любом канцелярском магазине. Можно сделать роспись на стенах. Но это если хочется, чтобы осталось надолго. Как сделать праздничный грим в домашних условиях, мы расскажем в итоговом выпуске новостей уже в эту субботу в 8 вечера. Екатерина Лапицкая, Алексей Барановский, 7 канал. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Следить за новостями 7 канала всегда можно на официальном сайте, в твиттере и социальных сетях. Ну а если вы стали очевидцем интересного события, звоните нам по телефону 726-32-26. Итоги недели подведет моя коллега Елена Крылатова уже в субботу в 20.00. Ну а я напоминаю, что в ночь на воскресенье Украина переходит на зимнее время. Часы нужно будет переводить на 1 час назад. Желаю вам хороших и солнечных выходных. Будьте с нами, ведь это наш город и ваш 7 канал.